Приветствую пространство осознанного родительства. Сегодня я и Влад будем вести нашу встречу. Меня это очень вдохновляет, и я даже уже не знаю, хочу уже следующий эфир проводить, я ещё этот не провела. Есть много чего сказать, поэтому начнём с малого. Итак, хотелось бы задать первый вопрос. Мы уже увидели, что здесь у нас разноплановое родительство вплоть до 27 лет. Вот последний, вижу, возраст уже даже 27 есть. То есть от малого до большего. Хотелось бы спросить у вас, а как сейчас вы чувствуете себя родителем? Вот честно так вот сказать. Какими бы пару словами вы бы описали ваше состояние, когда я вам говорю, а как ваши дети? Да, и что первое вы скажете? На что первое вы сейчас делаете акцент? Что у вас болит или что у вас танцуют, празднуют? Доброго всем. Приветствую. И вот то, что пришло, честно, протранслируйте в поле. Болеет. Усталость, противостояние. Любовь, поддержка, тревога. Агрессия ребенка 4. Добрый день. Добрый. Планирование стать мамой. Вау, это вообще подход идеальный. Когда еще нет детей, а вы уже готовитесь. Просто тратия, напряжение, сложность. Классно. Да, Влад, а у тебя как? Если я тебя спрашиваю, как у тебя в школе с детьми? Все прекрасно. И вот эти привычные какие-то средства контроля, тревоги, уже никак с ними не справиться. Уже невозможно как-то контролировать его. Он взрослый туда пошел, то сказал, то изучил, то не изучил. И я очень вижу важным вообще общаться с родителями, слышать вас. И вот эту тревогу, там кто-то написал, агрессия, да. И вот это тоже про границы, да. Что как потребности раскрывать за теми эмоциями. Вот вы написали там потребности, какие стоят за этим, за тем, что вы написали. Потребности, какие у ребенка, какие у вас. Ну и в целом тоже очень рад был на эфире быть с тобой, Ира. Я думаю, что мы очень классно можем с разных сторон рассмотреть вопрос родительства и вопрос техсостояния родителей. И как это состояние менять, и как уходить от этой тревоги, агрессии. Да, и почему я спросила этот вопрос в первую очередь. Спасибо тебе, Влад. Будем, да, подсвечивать. Максимально давать качественно вам не информацию, а восприятие жизни, с какой точки воспринимать свою жизнь, чтобы ваше родительство, если вам откликается, было в легкость, в радость, в удовольствие, и вам хотелось еще детей, да. Вот хотелось бы мне в моем пространстве, чтобы росло пространство родителей, которые хотят еще детей. Когда им говорят, там, сколько вам лет, они говорили, что, о, мне уже 41, мне уже поздно, а говорили, мне еще 41, у меня еще есть двое детей, и я хочу еще как минимум 10, да, вот в таком направлении. И почему я спросила про ваше состояние, и что вы скажете первое о ваших детях, это потому что, если вы сейчас находитесь, и заметьте, как вы сейчас находитесь в состоянии тревоги, страха, беспокойства, в состоянии выживания находитесь, то что бы вам сегодня мы ни говорили, какие бы чудесные инструменты ни давали, творчество, раскрытие, самопознание, знаете, что пока вы хотите в туалет и будете терпеть, то самое ценное для вас будет это сходить в туалет. Точно так же и здесь, когда вы находитесь в состоянии выживания, в состоянии стресса и тревоги, никакое творчество вам неинтересно, вы не услышите, не сможете повибрировать на этой числе, вы не сможете воспринять это, и все это будет восприниматься как агрессивность, то есть еще больше нарастает состояние или агрессивность, с чего вы мне тут рассказываете, или состояние недовольства, что да нет, вообще-то все по-другому, жизнь другая. Поэтому для начала необходимо осознать, насколько вы несете ответственность за свое состояние прямо сейчас. И когда у меня сейчас так, как вы, Ира, говорите, вот. Поэтому первое расскажу, те, кто находится в этом состоянии, у нас есть целый курс целостности Макса, где он дает кучу инструментов, как взаимодействовать с собой, чтобы не попадать или выходить из этих состояний. Здесь мы не можем и не будем тратить на это время, да. Мы здесь будем говорить уже для тех родителей, которые находятся хотя бы в состоянии ноль. То есть вы находите состояние воспринимать и возможности раскрываться, учиться, развиваться, исследовать, пробовать что-то новое, обнаруживать и смотреть в себя, признавать честно свои ошибки, или вообще не ошибки, а просто свой опыт, свою ситуацию и возможность посмотреть на себя объемно. Потому что когда мы в состоянии выживания, дискомфорта и тревоги, у нас вот такое состояние, да, и нам, ну, куда, нет, вот так, мы смотрим так. А здесь мы будем смотреть хотя бы из нуля, когда мы просто вот не зашорены и можем разворачиваться и смотреть объемно. И каждый из нас здесь этот объем может подтвердить, расширить, дополнить своим вопросам, например. Хорошо, поэтому начнем с того, что состояние, все, что вас тревожило, беспокоило и страхи, давайте оставим за дверью, да, на сейчас, пока. Если вас что-то там беспокоит, тревожное, вы хотите поучиться, как с этим справляться, пишите в личку или вольный духом заходите, там вся информация про страхи, про тревожность, все это есть. Хорошо, итак, по поводу родительства. С чего мы можем начать сегодня? Какие чаще всего вопросы, ну или, давай, Влад, по факту, вот у нас есть школа, живая школа, да, и есть и дети, которые ходят, развиваются, учатся, да, и у нас есть определенное восприятие того в системе, как это должно выглядеть. И когда вдруг родитель касается вопроса, который выходит за пределы привычки, возникает определенная реакция, да, и какие реакции возникают, ну, например, после последнего вопроса, который возникал у тебя в школе? Ой, ну, тут ты очень верно подметила, что когда выходят с привычного, то есть когда выходят с привычного, ну, привычно нам чаще всего, очень часто про оценки. Цените моего ребенка. Цените моего ребенка. Скажите, он классный, хороший, талантливый, умный, ну, вообще, как бы, скажите, а иногда, даже чаще, в привычном таком представлении, учитель, он должен ругать, ну, так, типа, вот там, когда показывают родительские собрания, да, там, или когда, ну, там, вашему, там, Васеньке надо что-то еще подтянуть, ему надо стараться, там. Иногда родители, их прям, это, когда такой у нас терапевтический эффект от взаимодействия с родителями, потому что мы говорим, что есть какие-то зоны развития, но в целом мы даем обратную связь качественную в том плане, что мы видим, в чем ребенок гениален, в чем он талантливый, и родители иногда им насколько невыносимо слышать хорошее про ребенка, они говорят, ну, хватит уже хорошее рассказывать, ну, хватит уже, ну, что вы так все хорошо рассказываете, ну, там вот он был в школе какой-то, его постоянно там ругали, ну, как у Вас так все хорошо? И вот прям какое-то неверие такое даже внутреннее, да, что, ну, как это может быть все хорошо? Непривычно же, должны же какую-то давать обратную связь, что что-то нехорошо. И на самом деле момент оценки и момент вот этого привычного оценивания детей, что вообще оценка, и очень часто мы на курсе самопознания, который с подростком, и на тренингах, у нас, ну, в 99% случаев всегда у подростков, когда мы работаем с эмоциями, я вот подросткам говорю, ну, какие эмоции там, и мы разыгрываем сценки, то есть давайте вот эмоция, какая у Вас была, где она подавлена, и мы разыгрываем сценки, как в реальной жизни это было, там кто-то приревновал кого-то, кто-то обидел, и участники соглашаются быть актерами в так называемом спектакле, ну, видеть, что со стороны происходит, отметить, какие реакции в теле, быть в другой роли, посмотреть, а кто-то что-то другое, скорее всего, чувствовал, и 90% случаев у подростка возникает вопрос с оцениванием, и тут важно, что он касается не только школы, хотя школы очень часто, ну, понятно, это не из нашей школы, дети, но очень часто стоит вопрос с тем, что про меня подумают, что про меня скажут, вопрос вот этой, все сейчас очень часто говорят про социализацию, что подросткам важно общаться, ну, и вот часто тоже вопрос, у нас есть психологическое сопровождение, там, где мы вообще каждый раз в неделю в группу собираемся и рассказываем о себе, приучаем себя говорить о своих желаниях, о своих потребностях, о я, и у них вот там тоже, я стесняюсь, почему стесняешься, ну, а что подумают, что не так поймут, что подумают, я какой-то глупый, глупый и так далее, и вот это все про оценку, и тут очень важно, что это как один блок можно взять и разобрать, вот то, что то, что и тут важно, что это же привычно, это же так комфортно, когда ты пришел, тебе говорят, у вас ребенок, тут плохой, там плохой, там хороший, все понятно, и появляется как будто бы какой-то инструмент для коммуникации с ребенком, да, это как раньше там функция отца, да, что там у тебя в дневнике, там, ага, два балла, ну, давай сейчас будем разговаривать, там, папа, мама говорит мужу, там, вот там, Ванечка получил там плохую оценку сегодня, не надо поговорить, и отец такой, ага, отцовская функция, понятно, ругать там, сказать, что как так получилось, и вот привычно, а тут, когда все хорошо, и родителям непривычно, вот это тоже про то, чтобы вот это, потому что когда мы говорим зона комфорта, даже не всегда про комфорт, и не всегда про то, что хорошо, и вот эта зона комфорта, в которой ругают, и появляется какое-то средство для коммуникации с ребенком. Вот это важно. И тут вот это средство коммуникации можно, Ирда сбрасывала про то, что же делать с ребенком вообще, как с ним общаться в свободное время, как организовывать про коммуникацию с подростками, потому что чаще всего, ну, родители даже когда индивидуально обращаются, ну, иногда это выглядит так, что непонятно, что происходит с подростком. Я вот абсолютно незнакомый человек подростку, просто сажусь и разговариваю с ним. А что у тебя происходит? Он рассказывает. Я пообщаюсь просто с одного разговора. О чем говорит? О том, что ну, какое привычное общение у вас есть в семье, каким образом вы коммуницируете, чем вы делитесь, делитесь ли вы чем-то с ребенком. И когда стоит вопрос в подростковом возрасте, что вот ребенок ничего не рассказывает. Есть такой лайфхак начать рассказывать о себе. Это коммуницировать вообще, рассказывать, рассказывать, коммуницировать, какие у вас есть средства коммуникации, о чем вы обычно говорите. И вот очень часто родители такую тоже привычную, такой образ родителя становится, что коммуницировать о чем надо? Покушал, шапку надел, уроки поучил, домашнее задание сделал, оценки получил. Вот привычная роль. И мы прям буквально, это очень классно, сейчас вот этот последний момент еще скажу про родителя, что мы когда сценки ставим, это очень классный момент насчет того, что у детей могут быть какие-то зажимы в теле, они там где-то дергаются, они замечают этого. Когда мы проигрываем сценки, мы обращаем внимание на тело, что с телом происходит. Кто-то там в столице, кто-то там начинает тише разговаривать. Но когда дети играют родителя, они вы, у них вот на него так вот ровно, им могут и кричать, вот этот знак обязательно пальцем показывать. И вот про то, что, про родительство, там кто-то написал, что планируют, мы с подростками на курсе, у нас есть такой инструмент, я говорю, давайте, ну взрослеет уже ответственность, да, про ответственность разговариваем, я говорю, давайте напишем, у кого какой образ взрослого, ну образ взрослого, какие взрослые они вообще бывают. Ну и подростки пишут там, а родители обычно говорят, вот такой безответственный у меня ребенок, там ничего не хочет делать, вот безответственный, не хочет взрослеть и все. И мы садимся и пишем. Подростки пишут. Взрослый всегда задолбанный, уставший, болеет, постоянно хочет спать, утомленный. И они так вот пишут, это всегда весело наблюдать. Они такие, да, давай, давай. Пишут, потом такие смотрят. Я говорю, ну поднимите руку, кому хочется быть взрослым. Там обычно может один из десяти поднимет, скажет, что вот у меня такой образ взрослого, который свободный, счастливый. Я говорю, ребята, почему не хотите взрослым становиться? Ну не все время уставшие, невеселые, серьезные, постоянно куда-то спешат. А мы хотим вообще жить полную жизнь. Зачем это надо? Я говорю, ну конечно, в этот образ зачем идти? Вот это про образ родительства свой. Посмотрите, вот оно так хорошо раскрывается, когда, каким должен быть родитель? Вот этим контролирующим и проверяющим шапку надел, уроки получил или это про что-то другое? Да, и это классная тема. Ты поднял такой целый пласт, который можно целый сегодня и уделить этому внимания, чтобы мы не разбрасывали. Это оценки. И давайте посмотрим, всем ли актуальна эта тема на сейчас. Оценка. Кому важно, какие оценки в школе у ребенка или как вас оценивает кто-то или оценивает вашего ребенка. Там еще и стыд, ребенок там закричал, как-то себя ведет. Надо же его подавить при всех, потому что что люди подумают? Вот я плохо воспитываю как-то или плохо приучила. И стыдно, и давай вот тихо. На людях нет, на людях нет. Вот такое вот еще есть. Напишите плюсы в чате. Ну или там вы на работе, да, в целом мы сейчас берем родительство как многомерность. И для вас сейчас это будем раскрывать как тему, как и для вас, да, потому что ребенок, я буду все эфиры, все это пронизывать одним единственным восприятием. Это то, что ребенок, это веточка, которая выросла от вас. Это не параллельная реальность. Это веточка от вас. И ребенок, это вы под микроскопом, усиленные. Если вас что-то в этой веточке, в этом микроскопе не устраивает, то как бы вы там что-то не меняли, не настраивали, не прихорашивали, не приукрашали, вы увидите все равно там себя. Все равно вы увидите свое отражение и все, что внутри вас, как навыки, простроено. И мы будем учиться смотреть в суть, потому что лучше вас, ни вашего ребенка не может видеть, и лучше вас не сможет отмотать ряд событий, чтобы увидеть, почему сейчас такие последствия. Я часто соприкасаюсь с взрослыми, которые задают вопросы и решают их из последствий. Ну вот у меня голова болит, хочу голову починить, как нас научили. Разделили тело, голова болит, голову лечим. А ничего, что голова в теле находится, у нас еще руки, ноги. Возможно, это уже последнее звено, где поломалось, а сама причина где-то глубже. И вот родительство заставляет нас учиться, учиться смотреть глубже, искать суть, находить эту суть, находить эту истину. И вот именно ребенок, как я вижу, он и формирует вот эту нравственность с причинно-следственных связей. Вот оценка это тот инструмент, который, может быть, вы уже как автоматически используете и на ребенка в том числе. И посмотрите, я вижу, плюсики есть. Вообще неважно оценки, не то, что его определяет, но с первым ребенком было именно так. Оценка детей нет важности. Возможно, есть напряжение про то, как в целом оценивают. Но вы посмотрите на оценку в целом, не только как оценку, как оценку 5, 4, 10, да. Посмотрите на оценку, когда вы, например, едете за рулем и оцениваете, кто рядом едет правильно-неправильно. Вы посмотрите на учителя или, может быть, на коллегу по профессии вашему и оцениваете его и себя, и, может быть, зарплату оцениваете, свою и другую, когда выбираете новую работу, уходить меня с работы или не уходить, и оцениваете. Оцениваете почем? По зарплате, по коллективу, по внешним обстоятельствам. Есть такое? То есть вы берете оценку и на нее опираетесь, сравнили что-то снаружи и решили, приняли решение. Ну и в том числе и ребенка сравнили, ребенка по оценке. Ой, оценка такая, значит, недостаточно. С ним что-то не так. Тут еще можно посмотреть, когда что-то не получается. Вот привычно ругать же себя. Ну, ругать себя. Что-то не получилось у вас, у вас оценка. Ну, я дура, конечно. Ну, там я вообще не права. Ну, вот как я так могла поступить? И вот это тоже очень классно. Это когда-то, Ира, ты мне рассказывала там про машину. В революции что-то там зацепила машина. Добрыня говорит, мама, вообще все хорошо. Там это. Я после этого, мы такое упражнение делаем, классное с подростками, прям наблюдать, как у них вот этот паттерн. Мы берем, ставим домино и нужно домино ставить. И каждый последующий ставит домино. Ну, и понятно, кто-то может случайно зацепить, и оно все рушится. И мы говорим, давайте поиграем, что мы с вами, ну, сразу же будет привычно ругать. Ну, как ты так мог сделать? Мы же уже почти это делали. А давайте мы попробуем поддерживать этого человека. Поддерживать. Скажешь, слушай, да ничего страшного, все хорошо, у тебя получится еще раз. И это так смешно наблюдать. Они ставят, 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 потом рушатся, они такие, ну, ничего страшного. Приключиться надо. Вот это тоже про оценку. Насколько я принимаю даже, ну, какие ошибки и какие-то моменты, которые у меня не получаются. Вот как я к себе отношусь в этих моментах, потому что это очень показательно. Все так могут сказать, нет, нет, я себя не оцениваю, нет, у меня там, а вот ты когда не получаешь? Разбили что-то, опоздали куда-то. У кого такой есть внутренний голосок, который начинает ругать, да, там, вот, как же так, ну, как так? Заболели. Сейчас в последнее время слышу от некоторых, ой, там, заболел температура или у ребенка температура, сопли. Все, оценка, что это плохо. Срочно надо что-то с этим делать. Срочно что-то нужно изменить. Обстоятельства нужно изменить. Как-то заглушить, исправить, бежать, запить, таблетку какую-то. То есть что-то с телом не так. Как это сейчас, вот такая болезнь возникла. С телом что-то не так. Нужно разбираться. Нужно, да. Вот из оценки появляется следующее действие. Это спрятать это или изменить это или усугубить это, дать этому, придать этому значение. То есть важность придать. И помните, мы начинали, когда эфир, я спросила, как у вас сейчас по отношению к детям. Вы тоже оценили, и оценка это была в состоянии минус, можно так сказать. То, что мы можем сказать негативно и позитивно, в состоянии минус. И давайте посмотрим тогда в истину, когда мы берем оценку. Какие последствия оценки? К чему приводит оценка? Вы же родитель, да? Вы же чего-то, к чему-то идете, когда берете оценку. К чему вы думаете, оценка ваша приведет? Ожидания какие у вас от оценки? Это то, что вы видите, да? К сильному напряжению приводит. А какие ожидания? Что вы вот сравниваете, ставите оценку ребенку или себе? Вы чего ожидаете, на самом деле? Чего вы хотите получить? Думала, что к результату. Еще, возможно, так подскажу немного, когда вы, может, так больше почувствуете, у меня был когда такой случай, мама водила мальчика на футбол, ему там ужасно не нравилось, не хотел туда ходить. Она говорит, ну как, когда его хвалят, когда его тренер хвалит, и когда его другие там хвалят, говорят, какой он молодец, говорит, я аж выравниваюсь, мне так хорошо становится. Потому что если он молодец, так я молодец. И что вы вот еще хотите получить от этой оценки ребенка? Там же что-то и про вас есть. Оценка приводит к разочарованию, все изменится. Мама так делала со мной, теперь мучаюсь, но с дочкой так не поступает. К изменению, жизнь без ошибок. Да, то есть посмотрите, что тут не написали, кстати, но возможно у вас тоже это есть. Вы думаете, что оценка вас приведет к счастливой жизни. Вас приведет к счастливой жизни и приведет вашего ребенка к счастливой жизни. Что если я буду его оценивать, буду сравнивать и себя тоже, то это приведет меня к какому-то такому особенному состоянию, другому состоянию. Есть такое? Оценка приводит к неуверенности себе. Это прям вы осознанный, прям осознанный в этом плане. Но еще к чему приводит оценка? Это ко лжи. Замечаете, что оценивая, вы начинаете себе врать, что вам нравится, что не нравится, что вашему ребенку делать. Здесь вы начинаете навязывать то, что на самом деле не является и сути. Вы не исследуете себя и не исследуете ребенка, что ему, а вы думаете, что ему надо. Надо на футбол, надо на бокс, надо на оценку. Как оценка может формировать прям ваше важное намерение, что куда вообще двигаться, что это же так приятно, когда хвалят, говорят, Боже, ну у вас ребенок, ну как говорят, Боже, ну такой молодец, такой хороший мальчик, такая хорошая девочка, ну такой воспитанный, ну так ничего лишнего не скажет, так все уроки хорошо делают. И это же так приятно вообще, думаешь, Боже, ну какая я хорошая мама, или какой я хороший папа. Ну вот так вот мы воспитали, прям вот можно прям приободриться. Ну и мотив же какой будет потом, там кто-то написал к результату, но результату из чего исходя, да, к ложному, к ложному результату. То есть оценка истинная, то, что вот исходит из ребенка, из вас, ну как это вообще оценить? Ну как это оценить? Это вот просто так жизнь проявляется, как вот дерево оценить, оно растет, цветочек растет, птичка, она когда поет песенки, она сидит на дереве, она не думает, а как другие птички, поют, а лучше они поют, а хуже, на туле веточку я села. Вот просто проявляется. А там, где вот этот ложный результат, конечно, будет, ну оценка. Ну и самый главный момент, к чему приводит оценка, это к недостаточности. И теперь посмотрите в вашей жизни, насколько в вашей жизни в сфере родительства, в сфере по отношению к себе, в сфере реализации, в сфере денег, в сфере в отношениях, есть состояние недостаточности. Недостаток. Тут такой комментарий интересный, я прям хочу прокомментировать. Но ребенок сам в 3-5 лет не может знать, что есть, какие варианты, футанцы, или еще что-то. Если не попробовать, как поймет. Поэтому и думается, что ему нужно попробовать, там видно. Тут, я думаю, Ира классная, очень про его выможена. Тут я важный момент скажу, что когда-то хотели Симпсоны мультисериал закрывать. И там закрывать, из-за чего? Из-за того, что там есть такой Барт Симпсон, он негативно как будто бы влияет на подростков. Там вот режиссер этого сериала вышел и говорит, ну, уважаемые родители, если вы не хотите, чтобы ваш ребенок был как Барт Симпсон, не будьте Гомером Симпсоном, то есть его отцом из мультика. И тут важно, что я вообще, мы так в школе исходим из того, что я знаю только то, что я ничего не знаю. Но многие не знают этого. Я не знаю, кем будет ребенок. И когда тут вы пишите, что ребенок сам 3-5 лет может не знать, а кто тогда знает? Кто этот, кто знает, как ему лучше? Кто этот, кто знает, куда ему идти? И тут важно про собственный пример. Вот я думаю, Ира классная очень права. Собственный пример как раз и показывает, что пока у вас есть в жизни оценка, вот это тоже пример, что он же не знает, это оцениваем, знает он или не знает. Вот оценка, первый вариант. И тогда наше внимание уходит в иллюзии. В иллюзии, и мы где-то там в этих иллюзиях себе представляем, решаем, делаем действия, записываем детей на какие-то кружки, и вводим, расстраиваемся, что ребенок не хочет туда ходить, расстраиваемся, строим свой график, а он отказывается. И в общем, выстраиваем себе кучу проблем, которые ходим к психологу, потом решаем, что с ребенком что-то не так, с ямой какая-то не такая оказывается. Просто не надо было ходить на тех кружки, планировать свой график, и не надо было бы тогда решать все эти проблемы. А почему эти проблемы возникают? А потому что мы считаем, вы когда водите детей на кружки, вы зачем их туда водите? Давайте честно посмотрим. Потому что у ребенка недостаточно. Он какой-то не такой, он еще не пляшет, он же недостаточный. Здесь очень классный пример, есть такой показательный, прям можно раскрыть про кружки. Это я на супервизию хожу, там женщина, терапевт, рассказывает, пришел ребенок 5 лет, вот уставший такой, и мама говорит, ну вот почему-то нет настроения, как-то все плохо у него, там девочка такая, арт-терапевт говорит, ну давай с тобой котиков, кошечек, и они спластили на лепет котиков таких. Это кошечка мама, а это кошечка ее дочка. Она говорит, ну хорошо, и что? И вот предыстория, что эту девочку 5 лет, ее мама всюду водит, и на робототехнику, и на английский, и на гимнастику, и мама такая очень, ну, тоже бизнес-леди, там все должно быть строгой, и спешите, вот давай быстрее, и вот забегают там буквально, и эта девочка берет, лепит эту кошечку маму, кошечку маленькую, и говорит, и ставит ее отдельно. Она говорит, а почему ты отдельно поставила? Ну, потому что кошечка мама много, это от нее требует. А что можно с кошечкой мамой сделать? Эта девочка, ну, понятно, она не права мы с вами, она берет это кошечке, оторвает голову с пластилина, оторвает, говорит, вот так вот ей надо сделать. Ну, 5 лет девочке, говорит, вот так вот ей надо сделать, чтобы она не заставляла ничего дочку делать. Ну, это вот такой образ, что жизни, это мы не то, что учимся, но через нас жизнь проявляется, когда мы живем полной жизнью, общаемся, ссоримся, где-то конфликтуем, где-то там вот это детское, да, вот про жизнь, когда есть вот это иллюзорное представление, что вот это что-то-то даст, вот это что-то, но я все же вижу, что оно исходит из того, что ребенок-то не знает, как ему лучше, я знаю, как ему лучше, я знаю, как лучше ему, как лучше тому, и вот знаю ли я как себе лучше. Ну, вот и в продолжение то, что тут пишут, что водят в эти кружки для общего, для физического развития, развивают, развивают таланты. И давайте тогда, они же еще написали, что это неправда, при корме ребенку предлагают такую-такую еду, и это следующая ошибка, что как будто наш ребенок будет отдельной веточкой на другом дереве, он выберет как будто бы какую-то другую еду, не такую, в которой среде он растет. То есть это еще как одна из иллюзий, что как будто наши дети не продолжение нас. он выберет, если вы любите, например, сопротивляться жизни, он будет сопротивляться вашей еде. Ну, то есть он точно был какой-нибудь, он выберет то, чтобы сопротивляться, чтобы вам показать ваш навык сопротивления. Если вы под хорошесть, под всех подстраиваетесь, делаете как лучше другим, едите невкусные конфеты, где-то он возьмет ваш навык и будет есть невкусную еду, невкусные конфеты, возьмет этот навык хорошести. Поэтому смотреть глубже, глубже. И вот когда у нас есть намерение отводить ребенка для развития талантов, давайте тогда посмотрим, вы когда ведете ребенка для развития талантов, а ваша гениальность в чем? Давайте, кто там развитие вводит детей? Какая ваша гениальность? И давайте, вы сейчас мне напишите, скажите, Ира, да у меня столько талантов и гениальности, но я не могу тебе сейчас написать в одном предложении. Правда? Вы мне это сейчас ответите? Да Бог его знает. Представляете? Первый ответ. Так а какие таланты вы развиваете у своих детей, если вы своих не знаете? Вот и начинала. И вы же, вы своих не знаете, так поэтому вы вводите ребенка ребенка не в попад. У вас нету чувствования себя. Если этого навыка чувствования себя и признания своей гениальности у вас нет, то вы не сможете обнаружить этого у ребенка. Вы будете пытаться это делать. Будете создавать кучу обстоятельств, дискомфортов себе и ребенку, живя в иллюзии, что вы его развиваете таланты. А потом в 10 лет он плюнет или забросит, отыграет это вилончели или пианино, получит вам диплом, бросит, скажет, ну, фу, спасибо, все, отработал, нахуй, теперь играй, все, теперь не надо никуда ходить, играть. Но, может быть, это и был его талант, но это был не тот способ, как вы его развивали. Но когда мы, у нас, и здесь я хочу сделать очень много акцента на то, что мы живем иллюзией внешней, что как будто определенные действия приведут к результату. Но я приглашаю вас смотреть в суть, что определенные навыки, которые ваши, в вас построены, эти навыки приведутся вашим детям. И в этом суть. То есть, если вы знаете свою гениальность, ее раскрываете, ее развиваете, в этом направлении работаете, из этого направления формируете свою действительность, свой бизнес, свое дело, вы живете счастливым, вы счастливы, чувствуете себя реализованным, то ваш ребенок не нуждается в развитии таланта. У него уже это и навык есть. У вас же он есть. Вы же чувствуете свою гениальность. Тогда, чувствуя свою гениальность, вы же тоже умеете, увидите в ребенке, и вам не надо миллион кружков. А вы почувствуете этот момент, когда приходит вовремя, зерно раскрылось. И почувствуете учителя, который самый наилучший, и почувствуете время самое наилучшее, и почувствуете, что конкретно нужно развивать. Может быть, иногда для ребенка, который рисует, не надо развивать рисование, а усидчивость, может, ему нужна. Или, может быть, развивать ему свойства восприятие жизни через цветы, через прогулки на природу. И это будет раскрывать его возможность рисовать, познавать краски, передавать краски жизни через краски, а не сидение за партой и правила рисования в листе А4 и именно теми красками, которые говорят им в школе. Мы свои таланты ищем в них. И вот пример, да, один из моих последних примеров, когда у нас Добрыня сейчас у детей от 2, по-моему, или 3 лет до 6 самый агрессивный период. На минуточку. Обращаю внимание, что от 2 до 6 лет у детей по психологии самый агрессивный период. То есть, если эти дети прожили этот период в принятии, то потом вы в 35, и в 45, и в 60 лет вообще-то проявляете свою волю. а не агрессию. Так вот, если мы сейчас со своей агрессией не можем справиться, только видя ребёнка, который 3-4 года агрессирует, моё эго, которое застряло в том возрасте, которое подавили, сказали, это плохо, так нельзя. И вот этот ребёнок, который в таком же возрасте сейчас находится, и для него это норма. А для меня это не очень, потому что это меня давит. Встречаются. и вместо того, чтобы расти, познавать эту агрессию и чувствовать, уметь с ней справляться, мы подавляем ребёнка. Меня научили, так и я буду себя учить. Так вот, в этот период от 2 до 6 лет получается у меня сейчас Добрыня проживает этот агрессивный период. И Макс бывает говорит такой, Добрыня, пойдёшь на бокс? И Добрыня такой, не хочу на бокс, и плачет. Потом опять Добрыня что-то агрессирует, агрессирует. Макс такой, всё, пойдёшь на бокс. Он говорит, не плачу, я не хочу. А я всё время смотрю эту историю, думаю, интересно, как он может пойти на бокс, если не я, ну вообще у меня этого нет. Боксирование. У Макса этого нет. Вообще, в нашей семье, в этом роду, в этой ветке, никого боксёра вообще даже близко в том направлении, нету этих качеств, этих талантов. Ну как эта веточка помогала вырасти боксёра на нашем дереве? Ну интересно. И я понимаю реакцию человека, когда это не его, а его толкают делать то, что он не хочет. Он агрессирует и говорит, смысл, я должен это делать, папа, ты чё? Ну в общем, наблюдая это, я же следую со своей стороны дальше. Ну всё-таки же, как это должно происходить? Как это происходит в детях, что не продолжение? А я к себе хожу и кайфую, ну боксом, вы поняли, да, у нас никто не занимается, Макс не занимается боксом, это его идея, как родителя, что ему нужно идти на бокс, чтобы возместить эту агрессию. А я к себе хожу на йогу, кайфую, там вторник, четверг у меня йога по расписанию, ребёнок мой не видит, что я туда хожу, но он знает. Тогда я говорю, я иду на йогу, там он говорит, что ты будешь сегодня делать? Я говорю, я иду на йогу сегодня. Вот, и как-то один день я просыпаюсь, я, помните, говорила, что я наслаждаюсь, кайфую, мне это нравится, я чувствую, как это меня развивает, какие качества мне открывают, какие навыки мне даёт раскрывать, усиливать мои намерения. И тут одно утро просыпается Дубриня и говорит, ты идёшь на йогу, я тоже хочу на йогу. Я говорю, Дубриня, давай после садика вечером будем заниматься йогой. Хорошо. В этот же день даже Максом поехал на йогу, говорит, я хочу на йогу с тобой тоже. Так, вау, классно, ну поехали. В общем, мы забираем ребёнка вечером с садика, он садится и говорит, мама, когда мы будем заниматься йогой, да, я просто кайфовала, я просто кайфую и нарабатываю этот навык. Я не говорю, что кому-то нужно хотеть, я не говорю, что тебе нужно это делать. Если я чувствую, что йога, я туда иду, а у нас какая привычка? Я чувствую, что танцы, и что делаю? Так, ты будешь за меня ходить. Тебе на танцы. Мне некогда этим заниматься, тебе нужно ходить на танцы. Ты должен гимнастикой заниматься, тебе нужно развиваться, тебе нужно быть гениальным, тебе нужно рисовать как-то. Хотя, почему у нас такие посылы есть? Потому что в детстве где-то нас подавили. Мы сейчас транслируем то, что нам откликается. И вместо того, чтобы направить внимание на себя, и это начинает развивать. А что переживать? Если вы это развили в себе, вашим детям это достается в дар. Автоматически. Как моему ребенку. Это тот ребенок, который, когда ему было два года, я стелила коврик, я не могла заниматься йогой. Он ложился на коврик и кричал, нет, мама, никакой йоги. Я просто заворачивала обратно коврик, и все. А сейчас он сам расстилает мне коврик, говорит, мама, давай заниматься, давай будем что-то делать. Как будто два сейчас разных ребенка у меня. А что изменилось? Я изменилась. Я просто стабильно, дисциплинно занимаюсь, направляю туда внимание, и мой ребенок считал это из поля, автоматически это транслирует, и показывает принятие в это. И ему это нравится. И с таким же намеком потом Максу говорю, слышишь про бокс? Если хочешь, что ребенок занимался боксом, иди сам на бокс. Ну вот, это мой пример, там йоги, не знаю, сколько занимаюсь, три месяца всего лишь. То есть если вы чувствуете, что это ваша потребность, мы привыкли наши потребности навязывать другим, мы привыкли не познавать себя, а как будто бы познаем других, как будто бы чувствуем за других, как будто бы, а почему? Из недостаточности, не осознавая, что познав себя из свое изобилие, из свое, вот это, все свои возможности, не из оценки, плохо, хорошо, правильно, неправильно, кому-то нужно, кто-то будет смотреть, кто-то меня оценит, а из того, что я все могу, я могу и это, и это. Если мне отвлекается, у меня есть на все время, у меня есть из изобилия, у меня есть. Я могу измениться, так, чтобы взять и то, и другое. Я могу измениться так, чтобы попробовать новые нейронные связи сформировать и пойти на новый кружок, к примеру, да, у нас же как взрослый родитель, он же стареет, у него же энергии мало, у него времени не хватает, он становится скучным, болеющим, потому что это удобно, это удобно, это лень, это привычно, известно, как это болеть, как это быть недовольной собой, как это увядать, увядать, да, как идти в другую сторону, а не наоборот, как направлять внимание, и здесь про что, что мы все время направляем внимание, что с ребенком что-то не так, или со мной что-то не так, привыкли к себе, смотри со мной что-то не так, так же и в ребенка, надо его развивать, то есть он не развивается сам, он в вашем организме, то есть когда он зародился в теле, разве вы что-то делали, чтобы он там развивался в вашем теле? А это эго говорит, надо развивать, надо, еще помните вот это слово надо? Само надо, это же, это же мое состояние и восприятие, что я должна жизни, в долгу жизни, а когда вы этот долг жизни взяли? Где вам жизнь эти долги повыписывала? Что это за иллюзия такое, что вы кому-то должны что-то, и живете из нужды, и вот этот навык жить из долга, из нужды, просто автоматически перекладывается на самых ближайших детей. Ты тоже теперь, и раз я в долгах и в нужде перед жизнью, и тебя научу этому. И потом, как это происходит, еще из инсайта, недавно, кстати, Влад, благодаря оценке, то, что я рассказывал, почему вдруг мы перешли в то, что в недостаточность? То есть на школе все время оценивали, 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 а что такое оценка вообще? Что это вообще такое? Можете объяснить? Что за оценкой стоит? Есть какая-то ценность там вообще в этой оценке? Это же ноль, правда? Это же пустота вообще. Что четверка, что пятерка, что тройка, это же одна и та же краска, одна и та же ручка, и одна и та же рука, которая учителя, которая ее ставила вам в дневник, то есть это все одно и то же, одного и того же качества, только восприятие от оценки меняло ваше внутреннее состояние. Так вот, у нас так долго в школе учили этой оценке, что сейчас точно так же вам дают, сейчас я покажу, что дают. Дают вот это, да, с какой-то циферкой. А что это вообще? Чем это отличается? И теперь мы продолжаем себя оценивать за вот это и придавать этому такое значение, что иногда, да не иногда, чаще всего мы продаем себя, насилуем себя, ходя на нелюбимую работу, а потом заставляем детей своих ходить на нелюбимые в школу, нелюбимые предметы, непонятно вообще зачем. Ну надо, надо ходить, надо. Что оно даст, что ты ничего не будешь знать в итоге, в конце, в своей жизни. Будешь знать, как себя заставлять, заставлять, будешь знать, как ничего не хотеть, как ничего не решать. И тут очень важно про оценку, про, это еще как перекладывание ответственности. Вот очень классно, когда к нам приходят подростки, уже взрослые, мне говорят, ну 15-16 лет, они говорят, ну поставьте мне оценку. А мы говорим, оценивай себя сам. Ну ты же вот какую-то работу проделал. Оцени себя сам, получи вот этот опыт, да, и так же самое про деньги, да, что не кто-то меня оценивает, мне говорят там, вот за вот эту бумажку, или за вот эту, оцени себя сам. И про оценки в школе, у нас у подростков прямо так вот стих, когда они к нам с обычных школ приходят, как это себя оценить, а там еще, ну поставьте оценку, мама мне похвалит. Ну так поставь себе сам 12, сколько тебе там, поставь себе 12, разрешаю там, поставь самый высокий балл, как ты себя оцениваешь. И тут тоже про агрессию хотел сказать, что действительно, когда по возрастной психологии, когда ребенок рождается, он прям в унисон с мамой, у них даже докринная система одна на двоих, и прям вот, когда там ближе к трем годам, у него такое сознание, что мы все-таки с мамой разные объекты, потому что я хочу налево пойти, мама идет направо, я хочу вот это, а мама делает это. И вот отсюда появляется агрессия, потому что агрессия как функция, это про границу, мы там, когда даже на курсе, мы там на примере первобытных людей, как они защищают свои границы, животные свои, да, там, тарелку, там, собака кушает, там, к ней лезешь, она раз, рычит там, вот, вот это как про границы. И вот тут, там просто был вопрос про агрессию выше, как принимать агрессию, осознавать, что это потребность, это потребность ребенка, потребность подростка, и очень важно, что у родителей иногда так неосознанно, они же не хотят иметь границ, потому что когда нет границ, можно там и то спросить, и тут очень важно, вот эта привычка, ставить границы снаружи, ну, типа, вот этого у меня не спрашивайте, вот так вот со мной не говорите, невозможно нарушить границу у человека, который сам не нарушает границы, то есть это невозможно, и ставить границы нужно внутри, себе, вот это привычное, но по факту, все, что мы говорим, про то, что каким-то образом, там, система, общество, школа, это сто процентов, нас приучили держать внимание на внешнем, вот там вот что-то исправлять, там вот менять, оттуда ж, у меня есть внутренний какой-то контакт, внутренний какой-то отклик, я там, не знаю, там, я сижу, мама говорит, я приготовила кушать, садись кушать, а я не хочу кушать, ребенок не хочет кушать, мама говорит, ну садись покушай, и я приучаю себя, ага, внешнее, оно ценнее, чем вот это, и начинаю слушать внешнее, потом просыпаюсь в школу, надо в школу ходить, вот надо и все, ну нет у тебя выбора, просыпаюсь, не хочется в школу идти, но внешнее же говорит, что вот это более верное, и потом вот так вот, чаще всего приходят, 11 класс, надо куда-то поступать. Ребенок точно знает, чего он не хочет. Но он не знает, чего он хочет. Как раз из-за того, что он уже точно знает, что вот это все внешнее нет. А что вот тут, это же нет привычки. И когда мы говорим, что учит школа, и чему мы там... Вот школа очень хорошо учит. Как себя не слышать, как потерять контакт с собой, как... И вот тут очень важно, что для школы, для привычной, дети, которые, ну, как бы, я не знаю, получится мне передать в масштабе, но для школы привычный ребенок, который в контакте с собой, это просто катастрофа. Они не знают, что с ними делать. Он не хочет вставать, он не хочет идти, он не хочет писать. У него есть свое чувствование и свое проживание. И тогда агрессия у кого появляется? Конечно, у учителей. У всех вот этих... Потому что как это так? Тут же вот у нас такие границы подавлять. И тут про оценку тоже очень важно, что почувствуйте, что оценка это перекладывание ответственности. Оцените моего ребенка. И вот это самое важное, что нас так приучали, что типа есть ответственность в виде вины, стыда, что-то плохое, наказание. А потом я, когда вырасту, у меня будет свобода. Вот тогда я буду решать, как мне кушать. Но только проблема в том, что я вот в этом промежутке я отучу себя слушать вообще. И это очень смешно всегда наблюдать, когда 11 класс, там уже такие бородатые дядьки стоят, 11-классники, уже такие девушки. И говорят, мы вас выпускаем в взрослую жизнь. Они уже вообще давно в этой жизни. И важно, к чему я веду, что только из свободы появляется ответственность. Только из свободы, вот прям почувствуйте, из свободы появляется ответственность. Потому что, когда меня оценивают, у меня нет свободы там. Я все, я объект. И важно, я вот так прям изучал, что есть объект, да, там предмет какой-то, а есть субъект, да, вот как личность, как человек. И в чем вот главное отличие? Я вот это главное отличие нашел для себя в том, что объект не может сказать нет. То есть он не может сказать нет, его вот так вот берут. А субъект может. Когда мы приучаем, к чему мы приучаем ребенка, там, когда он уходит в школу, когда он делает то, что он не хочет. Это вот дисциплинарное общество, да, в котором как бы мы жили, растем. И тут важно про, последнее скажу про, тоже так сразу скажут непослушно ваш ребенок, да, что из свободы появляется ответственность. И вот это про оценку прям, что вы забираете, ну, забираете возможность проявлять ответственность вашего ребенка. Возможность, я вот это в работе с подростками, с детьми, очень круто, у меня это уже вшито. У нас даже вот тренинг проходил на тех выходных. И я уже, я уже, это у меня уже вшито, я просто сам иногда удивляюсь, как я, что отвечаю вопросом на вопрос буквально. Ребенок говорит, да что, вот это хорошо или нет? Я говорю, а как ты думаешь? Он такой, о, типа, какое-то мое мнение там, как ты думаешь? Он раз так начинает размышлять, а вот это правильно или неправильно? А как ты думаешь? А я как думаю? Блин, получается, мне тут дают ответственность, мне сформировать свое отношение к этому? Вот это очень важно. У меня есть такой пример, недавно Добрыню тоже на площадке, что-то он пошел играться, кататься, его взрослые мальчики что-то там назвали его как-то. Он прибегает ко мне, такой, в расстроенных чувствах, он говорит, они сказали мне, ну, не помню, что-то такое обидное ему. Я говорю, а ты как чувствуешь? Он такой, я говорю, ты так чувствуешь? Нет, побежал. Но он бежал ко мне, я видела, он хотел расстроиться, но когда я ему направила внимание внутрь, он увидел, что все, и побежал обратно. Он даже не нуждался в моей заботе, обнять его, поддержать, защитить, хотя он бежал за этим изначально, в итоге. И если у нас это не отобрали в этом возрасте, когда у нас есть воля, и эту волю мы умеем проявить через агрессию, вот это качество агрессии, показать, что я по-другому чувствую, внутри меня по-другому вибрирует, и позволит, чтобы это мое действие соответствовало тому, как я иду. И через агрессию дети могут это показать. Не могут они с вами еще диалоги вести на равноправных, но учатся они еще у вас. Если вы их научите вот так вот своим состоянием показать, что да, ты равноправный, а как ты чувствуешь, а как ты видишь, ты по-другому хочешь, да, то есть вы показываете ему, есть ли в нем это равноправление уже сейчас. Он может физически маленький, телом маленький, но внутри него такой же дух и душа, как у вас. И вы своим взаимодействием, самое ценное родительство, как во мне, так это научить жить по совести и чувствовать силу духа и души своей. И то, когда вы реализуетесь с вашим ребенком, осознавайте, те навыки, которые вы реализуете с ним, они соответствуют совести, они честны по отношению к вам и к вашему ребенку. И вот когда вам задают, вы пишете, сразу скажут непослушный ваш ребенок. Смотрите, вот эти фразочки, это то, что толкает вас в страх, правда? Стыд, возможно. Стыдно. Такая эта позиция кого? Страх, стыд, вина. Я жертва, да? Я становлюсь жертвой, не хочу быть жертвой. Я буду тираном для своего ребенка, чтобы не быть жертвой. Это мое состояние жертвы, это мне с ним справляться, это первый момент. То есть меня показывают, что внутри меня есть жертва, с ребенком вообще это никак не связано. Это вопрос. Но второй момент, посмотрите, непослушный ваш ребенок. А вы что хотите, чтобы ваш ребенок был послушный? Он вырастет в 20-30 лет. Кому ему, кто должен за ним потом быть опекуном? Для кого он должен быть послушным? В 20-30 лет найти жену себе, где он будет послушный? Или мужа? Вы хотите, чтобы ваш ребенок был послушным? Реально, вы хотите? Если да, окей, все понятно, ну, принимается. Но задумываться дальше, когда вам вопросы задают, а реально вообще, что это? Почему меня толкает эта фраза, обычные слова, предложения, толкают меня во что-то, в действия какие-то, которые потом не поддаются, хотели, чтобы был счастливый ребенок, поэтому заставляли его. Если я заставляю ребенка, если я его насильно куда-то вожу, если я от него что-то требую, заставляю его, манипулирую, кричу на него, то это порождает ровно то же, только в умноженном формате. Насилие, манипуляцию, никак не про развитие, никак не про счастье, никак про гениальность, никак про реализованность, не про это, ровно не про это. И тут следующий вопрос, очень классный, тоже как показывает, как мы работаем с последствиями, но не хотим смотреть в суть. Если ребенок не хочет чистить зубы, тоже так оставить, пока не придется вести к стоматологу, а потом не захочет идти туда, например, ну пусть без зубов растет, так как ему не хотелось. Там еще Нержи Анатолий тоже написал, что прекрасно. Да, и сейчас я на этот отвечу. Так вот, смотрите, зубы и грязь на зубах, и кариес, это последствия. Это у вас прорвало трубу, а вы идете, закрываете дверь, идете к стоматологу, берете тряпочку и подкладываете тряпочку под дверь. зубы чините, там сверлите, ставите, уже в два года детям ставят пломбы. Ничего не подсказывает вам? Возможно, у вас такие навыки с питанием, с отношением, с головой, что тело внутри уже плохо, плохо работает, а дети наши усиливают все наши навыки. То есть, если у нас там поджелудочная поломалась 30 лет, то у них поломается до 10 уже, да? То есть, у них это случится раньше, если у нас зубы выпадали. То есть, у нас нет навыка коммуникации с собственным телом, и мы считаем, что заставляние ребёнка чистить зубы приведёт его к правильным зубам. Но поверьте, сколько бы вы его потом не заставляли чистить зубы, если вы не уберёте естественную причину, это не решит проблему вопроса. И вот родительство, это вот этот тонкий момент, когда вы приходите к врачу и хотите приложить ответственность на врача. Он сейчас решит, что ему дать, что ему полечить. Этот врач видит вас сегодня и в последний раз, возможно. А с ребёнком с последствиями вы же будете встречаться через 5 лет, через 10 лет. То есть, эту дыру вы закрыли, а дальше что? И лучшее, что может быть, это родители. То есть, вы можете даже чувствовать, что для вашего ребёнка лучше по коммуникации, почему это его привело. Вот эта многогранность видеть, что голова – это не только тело, это не тело. То есть, у тела есть ещё другие органы. Когда вы начинаете смотреть объёмно, что тот результат, который есть сейчас с вашим ребёнком, это последствия многих процессов, объёмных процессов вашей жизни и вашего отношения, и ваших навыков, и вашей коммуникации, и вашего мировосприятия, и того, что вы говорите ребёнка, и то, как вы с ним разговариваете внутри себя, и то, на что вы уделяете внимание, потому что куда внимание, туда энергия. Если вы направляете, вот посмотрите, когда вы действуете по отношению к ребёнку, или завершается день, общаетесь с ребёнком, ваше внимание направлено на то, какой он гениальный, какой он прекрасный, как он справляется с жизнью, какие у него классные качества, какой умничка, как он растёт, какой он целостный, какой он здоровый, или это не сделал, то не сделал, оценку плохую принёс, там не справился, тут ошибся, тут намусорил, тут посуду не помыл, тут агрессировал, устала от него. На что в конце дня моё внимание направлено? Что я, как родитель, поливаю? Помните эту картинку с моего? Поливаю. Поливчик куда остался и ушёл в ночь в бессознательное? Что я привыкла, да? То есть поливать своим вниманием. Тут важно очень, что тут Анатолий так написал, ну чуть-то так с сарказмом, что ну пусть беззубом растёт, так как ему не хотелось. Тут очень важно, что вот это, это либо выдуманные последствия, либо там с реальной вашей жизни последствия определённых действий, которые вы делали. Мы же другое предлагаем. То есть мы же другое предлагаем, это как другое, то есть вы говорите, ага, 2 плюс 2 равно 4, да, там вот всё, 4. Вы хотите сказать, что вот 4 будет? Тут же вопрос, чтобы вот 2 плюс 2 поменять, потому что это последствия определённых действий. Чистить зубы, ухаживать за собой, любить своё тело, принимать его, это результат определённых действий. То есть если не хочет чистить зубы, это уже последствия, и с ними нужно работать. нужно работать с питанием очень классно, Ира, ты сказала, но тут важно, что иногда, понимаешь, родители приходят с их парадигмы, дисциплины, и говорят, ну так что, он же тогда вообще, там, не знаю, наркоманом станет, он же тогда вообще, там, будет, не знаю, как это, беспритульным, да, и вообще, что-то будет катастрофа, будет катастрофа, исходя из вот этого отдела действий. Эйнштейн писал ещё, что глупо рассчитывать на другой результат, и делать одни и те же действия. А родители обычно так и делают, это я называю только семейный шаманизм, одни и те же действия делать, ожидать на другой результат. А вот вдруг сейчас, вот там, эти танцы, там, заставить как-то, сработает, и пойдёт дождь. Не пойдёт дождь, нужно менять действия. И вот это уже последствия, вот это важно, что не хочет чистить зубы, это не, это уже последствия, вот это уже сбой какой-то в системе. А, а, если я с этой точки зрения рассматриваю, не хочет чистить зубы, конечно, будет без зубов, конечно, это нехорошо, но так это же последствия. А мы, мы же про более, тут Ира вначале сказала, что мы говорим, когда мы уже на уровне хотя бы ноль, да, ну, как бы, хотя бы от этого двигаемся. И там дальше, я просто, вот уже Анатолия, там Анна ещё ответишь, что прекрасно на свободе, если ребёнок нарушает свободу, обижается, я просто хотел, чтобы вот это прочитать, потому что это об одном и том же, что прекрасно о свободе. А если ребёнок нарушает свободу или обижает других, это его выбор и желание, пусть так и будет. Ладно, пусть пьёт других детей, например, или крадёт что-то и так далее. Это ещё можно написать было, сядет в тюрьму, там ещё что-то, сказ, ну, это, понимаете, это тоже последствия, он не хочет этого. Вы знаете, очень классно, мы там у нас, мы тоже сейчас работаем над методикой живой школы, мы там собирали фокус-группу, и там очень, там есть ведические школы, и там Самархилл школа, школа, которая нам нравится в преподавании, и мы вот обсуждали, нужно вот поговорить детям, ну, типа, вот как две таких стратегии, немножко в сторону иду, но это о том же, что говорить детям, что вот это плохо, там, курить это плохо, пить алкоголь это плохо, и вот мы так очень классно пришли, потому что целостный ребёнок, ребёнок, который в контакте с собой, счастливый человек, он никогда этого делать не будет, это взаимоисключающие факторы. Это то же самое, что мы сейчас бы с вами говорили, не соньте, вот представьте, у нас бы эфир бы с вами был на 14.00, и мы говорим, не сойте пальцы в розет, мы объясняем вам, вот так вот делать не надо, потом вот так вот делать не надо, это вам не нужно, это уже другой, ну, другой класс совсем сознания, это вот тут. И про вот это, Анатолий, просто очень важно передать, у вас чувствуется, что какие-то эмоции поднялись, там, как и сарказм, такое, возможно, там, недовольство, но это какая-то вообще теория, как её применить в жизни, ерунда, будет призубым, ещё и будет испивать других детей, и красть что-то будет, это последствия, вот важно, что последствия, понимаете, с последствий говорить об этом, конечно, это вот воспринимается так, вот можно подумать, ну, какие-то вообще глупые люди собрались, говорят, что-то там, ну, пусть там посмотрим, что с их детьми будет, но тут важно, что прочистить зубы, это уход за собой, принятие своего тела, понимание, что вот это всё, это одна система, да, про то, что тоже Ира сказала, и ребёнок нарушает свободу, обижает других, вот ещё раз про границы я сказал, когда у меня их нет внутри, я нарушаю другие, я нарушаю другие, и посмотрите, где вы нарушаете границы ребёнка, где вы не берёте в учёт, а повести к стоматологу насильно, это ничего себе, нарушить границы, конечно, там держать ребёнка, Или посмотрите, где вы нарушаете границы, где вы не учитываете того, что это другой человек. Вот это тоже другой человек. Другой человек в плане того, что он имеет право хотеть, не хотеть. Ему нужно, и тут важно тренировать этот навык. Ему же важно тренировать, что я хочу, что не хочу. А, конечно, если вы говорите, что он хочет только Пепси, курить сигареты, гулять по ночам или играть целыми днями в компьютерные игры. Это последствия, это не туда. Просто же с последствиями нужно отдельно работать. С последствиями психологи любят работать. И поэтому годами решать этот вопрос не решается. Мы будем в родительстве учиться видеть суть по отношению к себе. И по отношению к детям это случается автоматически. Если мы сможем это максимально качественно прогрузить и максимально быстро, это будет идеально. Тогда мы начнем говорить, как творчеством заниматься с детьми. То есть до начала, сейчас почему мы с нуля начинаем? Потому что это творцу необходимо. Вы чувствуете творение, что вы создаете свои отношения с ребенком, и у вас есть творчество, что у вас должно быть вдохновение, должен быть ресурс для того, чтобы пробовать, для того, чтобы с ним играть, чтобы был ресурс спросить у него. Спросить. Для этого необходим ресурс. Когда у вас ресурса нет, вы хотите быстро запечатать эту проблему и спрятаться от нее. И вы видите, что это проблема. Это детская позиция. Но когда у вас взрослая позиция, вы в ресурсе, вы в творчестве, вы с ребенком коммуницируете и смотрите, как реализовать задачу, которая уникальна. Потому что этот ребенок уникальный. Нет у этих книг про этого ребенка. Нет книги или психолога, который бы написал про вашего ребенка, как идеально, самым лучшим образом совершить действие, чтобы он вас услышал. Только вы можете, играючи, пробы, разные состояния, разные вариации, разный подход, вы сможете это сделать самым лучшим образом. Поэтому вы и родители этого ребенка. Но для начала необходимо увидеть в своем ребенке то, что уже не служит вам. То есть если вы видите в своем ребенке определенные навыки, нарушают свободу других детей, людей, это ваш навык. У кого он научился? И есть такой очень классный ролик, рекомендую всем посмотреть из позиции родительства, как я разучился ездить на велосипеде. И там круто показано, что можно разучиться даже ездить на велосипеде. Представляете? То есть есть же такая фраза, что как на велосипеде ездить, что вы никогда не разучитесь. И там мужчина берет и каждый день полгода по пять минут тратит, чтобы разучиться. То есть ту нейронную связь, которая у него сформирована как привычка, как навык. Как мы сейчас говорим, у вас навык нарушать границы других людей. Вы это делаете, 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 делаете. И тут в какой-то момент видите своего ребенка и вспоминаете, мой ребенок это я под микроскопом. И вот сейчас он это делает. Так это же я это делаю. Значит, это я его научил. И в этом видео показано, что ему понадобилось полгода, по пять минут каждый день, пять минут каждый день дисциплина. Кто-то тут прислал про дисциплину. Вот вам ответ. Во взрослой позиции, когда вы понимаете, зачем вы это делаете. Он пять минут каждый день тратил. И через полгода, он говорит, он почувствовал, как оп, и пошло по-другому восприятие. По-другому колья пошла внутри, в голове. И он научился ездить на другом велосипеде, там с другими. То есть появился новый навык, новый навык. А его ребенку, который больше полжизни умел ездить на велосипеде, понадобилось, знаете, сколько времени, чтобы переучиться, разучиться ездить? Ребенку. Сколько понадобилось? Две недели. Наши дети очень быстро меняются. У них гибкость нейропластичности очень быстрая. Они вам отразят ваши усилия и вашу дисциплину как дар, как благодарность жизни. Вот так вот. Вы стали чувствовать, вы стали тонким, вы стали признавать свою гениальность. И ваш ребенок это вам подарит автоматически. Вам не надо бегать и узнавать. Он вам это выдаст сам, как дар, как веточка. Плоды на нем будут, да? Мы веточка, а плоды уже на них висят. Мы уже им передали все соки жизни, все нравственные или безнравственные навыки. И сейчас только через них эти плоды получаем. И видим через них, через вот эти искренние нейтральные глаза жизни. А что я сделал? Что я же, я же ты, я же ты. Просто делаю, как ты. Просто я маленький сейчас, и у меня маленькие последствия. А у тебя большие последствия. И я просто это показываю, как это выглядит для жизни. Поэтому, когда вы видите что-то в ваших детях, не смотрите на это как последствия. Посмотрите в суть, что они вам показывают, какой навык привел их к этому. И посмотрите, где вы реализуете его. И дисциплина, осознавание, что вы изменяете этот навык, приведет к тому, что вы станете счастливы в вашей жизни. Вы увидите, что пора этот навык убирать. Потому что уметь выносить мусор, это взрослая позиция. Уметь отказываться или отпускать то, что уже не служит, это взрослая позиция. И детская позиция менять другого. С ним что-то не так. С ним что-то, это просто. Вот наказывать, ругать, как со мной вели себя, да? Наказывали, ругали, ставили в угол, манипулировали, приказывали, повышали голос, показывали свою массивность физическую, но слабость нравственную. Как раз вопрос. Что делать, если совсем не хочет школу? Просто соглашаться и дать свободу полную? Влад, это твой очень классный пример и опыт, когда Влад даёт в школе детям, которых уже родители нормально так напрессовали, даёт, говорит, всё, да, всё, не ходи, ничего не делай. Месяц ребёнок не ходит, ничего не делает, но вы забываете главную суть. Вы свою-то забыли, и в детях вы можете не вспомнить, что ваши дети в утробе делали, что вы там их подгоняли, заставляли, дёргали, будильник вставляли, чтобы они развивались. Это естественное качество наше, когда мы с собой являемся, естественное качество учиться. Учиться нам, это интересно, это наше базовое состояние. Узнавать, раскрывать, поздавать, но то, что нам свойственно, то, что не заставляет, кому-то надо, а то, что мне интересно. И вот когда у ребёнка это не скрыто, не закрыто из надо должен, и не направлено внимание не туда, куда он чувствует, а куда надо, то через месяц у Влада дети уже знают, чего хотят. Всего месяц, да? Или может даже Ань. Это же про нейропластичность, то есть они очень быстро перестраиваются, очень быстро. И тут важно, что, тут Анна спросила, Анна, идите к нам в живую школу, или вы говорите, что просто соглашаются, это свобода полную, тут очень важно, что из какой-то точки, из какой-то точки, то есть если ребёнок целыми днями сидит в компьютере, просто сидит там и смотрит сериалы, из этой точки, или он увлекается, чем-то занимается, и у него вот эта креативность творчества, оно не подавлено, дать свободу полную. И так и так дать свободу, просто важно с какой точки осознавать, что если уже есть какие-то последствия, потому что когда, понимаете, всё законы физики, сила воздействия, у нас сила противодействия. Вот уже сколько давили-давили на ребёнка, потом он к нам приходит в школу, и мы уже ждём, пока он передавит уже, что всё, уже не будет учиться. И тут вот есть вопрос, а как же относиться к дисциплине? То есть это неважная функция? Это дисциплина, тут, понимаете, я всё-таки вижу так, что во взрослой психике больше как намерение есть, и вот осознание себя, дисциплины вот в таком понимании, скорее, в котором вы пишете, нет. Потому что дисциплина в таком понимании, как большая часть людей понимает обычно, это про, ну, это дисциплина, важно, не знаю, там стадия овец, когда их гонишь, их надо бить, чтобы они шли с собаками, там, с животными, там вот дисциплина, там воспитывать их надо, что-то как-то влиять. Но тут важно про... Так, прекрасно о свободе, так, это мы прочитали. Тут Анатолий ещё написал, что вы прекрасно говорите абстрактные вещи, и очень неправильно, но во многом. Я согласен практически полностью, но есть некое категоричное суждение, что кажется, что просто ребёнок пусть растёт, как растение, ему ничего не предлагать, пусть всё сам познаёт и делает, как хочет. И тут Анатолий пишет, что у меня прекрасно чистят зубы, к слову. И Анатолий, честно говоря, я вот просто уже много так общаюсь с родителями, я на 99% уверен, что выдуманная история. Потому что вот эта же выдуманная история про то, что не чистят, будет беззубым. Я же говорю, что вор потом, ещё что-то. Это всё в кино, в котором находятся родители, что вот что-то там случится, крайне опасно. Меня прекрасно чистят стоматолога. Но есть всякие ситуации на площадках. И объяснять не нужно. Мы же не говорили о том, что объяснять не нужно. И тут важно, что не объяснять, а спрашивать. И вот это важно, и даже в Иранном примере, спрашивать, как тебе, объяснять, что там объяснять. И вот это, как понимаете, как истину. Я тоже с детьми работаю. Но какие-то такие перлы выдают. Я бывает, у меня вообще мозг ломается. Ну как вот они это сознают? И это не то, что объяснять. Вы вообще примите, я вот это прям. Примите, что они ваши учителя. Они вас могут научить. Они вас могут научить. Потому что вы встречаетесь с собой с помощью ребёнка. Вы можете увидеть что-то. И также вы совсем не берёте во внимание генетику, например, и не только ситуацию в семье. Ну тут я бы здесь очень важно сказал про то, что там так классно. Вот прям можно... Ну как растение, конечно. Растение растёт. Заложена природная мудрость. Почему? Вроде и хорошо. Пусть растёт, как растение. Если ничего не предлагать, пусть всё сам познаёт и делает, как он хочет. Ну прекрасно. Пусть сам познаёт, и делает, как он хочет. Вроде хорошо. Вроде хорошо. Знаете, совет, как замотивировать ребёнка лечить зубы, решать проблемы с дыханием через нос. Сына всё устраивает, ничего делать не хочет. Очень сильно сопротивляется. При этом часть зубов с кариесом. Нос почти не дышит. И расскажешь тут что-то. Да, скажу, что когда вы видите ребёнка, который сопротивляется и что там, замотивировать, что нужно мотивировать. То есть посмотрите тогда вы сами. У вас тоже такой навык, что вам что-то делать, вам нужна мотивация для этого. То есть это подростковый возраст, когда нужно что-то мотивировать. Когда вы уже не чувствуете, что вам идёт. Потому что я вижу... Вот даже для себя сейчас возьмите, чтобы это полевое было, чтобы увидеть правду, я говорю или истинно, это или нет. Если вам скажут завтра, что вы едете в то место, которое вы мечтали, которое вы очень хотели, а всю жизнь там будут все ваши лучшие друзья, вы круто проведёте день. Вам нужна мотивация встать в 6 утра? Чтобы туда поехать? Вам нужны родители, которые будут толкать с утра. Эй, давай, вставай. С тебе же с друзьями ехать, встречаться в классное место. Что ты тут спишь? Да? Так будет? Нет. И у меня тоже с друзьями недавно общались, и подруга говорит, что ребёнок там в одной школе просто толкало его идти в школу. И опять вывод. Такой ребёнок, ему не нравится ходить в школу, да? Школа — это не для него. И они переехали в другой город, он ходит в другую школу, и он бежит в ту школу. И плакал, когда начались каникулы. И она говорит, я думала, что-то случилось. Он говорит, я хочу кайку, мои друзья, школа, я хочу, чтобы всё продолжалось. Один и тот же ребёнок. Что поменялось? Что поменялось? Это не ребёнок такой. Вы же пишете сейчас с шаблоном, это ребёнок такой, он такой. И не хотите смотреть в суть, как он в это попал, в состояние, как создались обстоятельства, отмотать. Какие обстоятельства создавались для ребёнка? Что говорилось? Что делалось? Что он пришёл в эту точку? И посмотреть в себя, как я себя заставляю делать что-то, делаю то, что не хочу. Теперь приходится себя мотивировать даже делать то, что я, может быть, и хотел бы делать. Но уже не узнаю, как это. Потому что я знаю, как это не хотеть делать. Когда у вас могут спросить, что вы любите, а вы скажете, что вы не любите. Это бывает часто. А что ты хочешь? Я не хочу, чтобы было дождь. А что ты хочешь? Не хочу, чтобы снег был. А что хочешь? Это частый вопрос. Сейчас мы проводим ретриты, я провожу консультации, вижу, что задавая людям вопрос, даже те, которые развиваются, всё равно есть темы. И здесь важный момент. Вы же сейчас, когда спрашиваете за ребёнка, и вам мы отвечаем, что у вас есть то же самое, вы смотрите по отношению к ребёнку. А мы многогранные. Вы же про генетику говорите. Так вот, генетика – это неотъемлемая часть от многогранности всего, что с нами происходит, от всех сфер нашей жизни. И если ребёнок вам это транслирует, значит, в какой-то жизни, в какой-то сфере вашей жизни это есть. Просто вы туда не хотите смотреть, не хотите там расти и брать ответственность. И ребёнок вам это показывает, что пора уже вырасти, пока выйти из этого, из этого навыка. У вас есть в этом способность, вы взрослый, у вас уже и достаточно ответственности. И ребёнок просто это вам показывает. Так вот, если где-то на работе, с мужем, с собой, я мотивирую уже себя, делаю то, что мне не хочется, то ребёнок сейчас это показывает. И знаете, какой подарок появляется? Что вы только убираете это из своей жизни, и ваш ребёнок становится другим. Он не такой. Не надо его мотивировать, нарабатывать навык, теперь заставлять себя уметь мотивировать. Нет. Уберите то, что его привело в это состояние, то, что вас приводит в это состояние. И всё. У меня двое детей, у моего мужа трое детей разных возрастов. И я общаюсь с Ваней уже 10 лет и вижу, как это работает и на детях старших, и на младших, и это работает. Вас очень много заставляли, учили внимание направлять наружу, и это не работает. Ну разве это работает, когда вы хотите изменить других людей, и говорите, как вы жить, ваши родители говорили, как вам жить, как себя вести. Вы слишком сильно их слушали, слишком сильно соответствовали их ожиданиям, делали всё, как они говорят, или делали, как они говорят. Вы сейчас счастливы? И вот это главный момент осознания, что хватит продолжать развивать в себе навык искать ответы там, изменять там ситуацию. посыл сегодняшнего эфира это направляет внимание сюда, и ваше осознанное родительство начинается с осознанного восприятия себя, осознанного восприятия, что все вопросы, когда вы меняете там, они соусоу меняются, 50 на 50, или остаются спрятанными и вылазят в какой-то другой сфере. Просто вы не видите эту причинно-соответственную связь. Там спряталась, там появилась. То есть оно все равно где-то будет вылазить. Не с ребенком, так с партнером, не с партнером, так на работе, не на работе, так на дороге кого-то встретить с таким же. То есть вам это вернется. Но когда вы идете внутрь, изменяете здесь, начинаете это обнаруживать, и проводите дисциплину и определенные усилия, ваш ребенок просто счастливый ребенок. Все. Растет себе счастливый ребенок, в котором заложено божественное суть, как зерно. Знаете, вы, наверное, что-то садили в своей жизни, зерно садили, маленькое зернышко в землю. Оно знает, куда ему расти, оно знает, как ему расти, оно знает, что оно из себя представляет. Да и даже не знает, а просто является этим. И плодит именно тем, что в него было заложено изначально, когда клали в землю. Все. А природа, жизнь и родитель, да, родитель, который дает это пространство, то есть условия для того, чтобы это зернышко раскрылось, развилось и смогло дальше реализовываться уже, когда приходит этот момент, возраст, реализовываться самостоятельно. То есть вот родитель, это вот те условия, когда там веет, там дует, а вы его окутываете, оберегаете, принимаете. Но если у вас это есть к себе, конечно же, потому что если у меня нет к себе принятия, когда я болею, или когда мне плохо, или когда, ну, бывает, разозлился, не вовремя, или что-то сказал, или где-то ошибся, или что-то не получилось, или что-то не сложилось, если я себя принимаю, то тогда да, это возможно с ребенком. Но если у вас этого нет к себе, то это ложь, что вы оберегаете, защищаете, помогаете. То есть где-то все равно вот это вот, недовольство, оно сидит и где-то вылезет, а что, ему можно? Нельзя просто расти, ему нельзя просто развиваться, просто интересоваться, он должен еще что-то делать, так, как ему говорят другие. Делала, как говорят родители, и сейчас в полном ауте. Ну все, теперь ваша задача от этого очищаться. Может, что-то на примере разберете, желательно на подростках. Давайте любой ваш пример разберем. У меня я показывала, что на примере подростков сегодняская дочерь 12 лет говорит, что никогда не выйди замуж и нет любви в отношениях. Сейчас я знала, что это я боюсь отношений. Ну вот, пожалуйста. На примере одном недавно тоже с Владом разговаривали, он говорил, что в школе есть парень, который хитрит, обманывает, потому что родители на него давят. Давид делает то, что он не хочет. И вот я увидела недавно, что вижу, что на бренд тоже давят. То есть на родителей, которые давили на ребенка, теперь возвращаются давлением социума. То есть это как отражение. Вы давите на детей, на вас давят в бизнесе. Вы заставляете что-то делать. Вы идете, вас муж заставляет что-то делать или мама заставляет что-то делать. То есть это быстренько возвращается. Дети – это такая быстрая карма, знаете, очень быстрая. И они вам все вернут, все. И любовь, которая безмерная, нескончаемая, безусловная. И недовольство, если у вас оно есть. Они вернут вам и вашу гениальность, и ваше непринятие гениальности. То есть они просто вот такая благодатная почва для всего. И приумножают все, все, что туда положите. Я бы спросил, какие чувства возникают. К примеру, на таком примере у ребенка нет друзей. Почему? Что посмотреть? У вас какие чувства в связи с этим возникают? Это вы как бы, я бы вот, чтобы вы ответили. Потому что, я предполагаю, часто так тоже спрашивают. Я еще пока тут пишу, какие чувства возникают о том, что у ребенка нет друзей. что я всегда подросткам говорю, что лень, мотивация, дисциплина придумали в феодальном обществе в средневековье, чтобы пугать свободных людей. Это, то есть вот это прям, чтобы пугать свободных людей. Что такое? Лень, мотивация. Это тоже, хоть я иногда вопроса читаю, думаю, три курсы с родителями проводить совместно в самопознании. Мы там вот прям про лень разбираем, что приходят подростки, потом 15 человек в группе. Я говорю, кто считает себя ленивым? Все руки поднимают. Отчего ленивые? И мы начинаем разбирать. Ну, потому что мне иногда чего-то не хочется. Я говорю, да мне тоже иногда чего-то не хочется. Говорю, например, чего? Он говорит, ну там, типа, делай домашнее задание. Я говорю, тю, ты мне тоже не хотелось домашнее задание делать. Говорю, а что еще? Почему ты ленивый? Знаешь, тоже как такие проекты, ну, как загружено прям сознание, что ты такой, вот снаружи, да, ты такой, ты ленивый. Вот ленивый, это же что, тебе надо мотивироваться, себя заставлять ленивому, нужно себя заставлять. Вот это прям, как продукт такой прям. Я же ленивый, мне надо себя заставлять, надо на себя давить. Потом, как я не могу? Тут ответили, переживание за него. А что, что это переживание? Что, что, что случится? Можно даже спросить, а как вам, насколько вам свойственно переживать вообще в целом? Нет имени, к сожалению, невозможно обратиться. То, что часто такое бывает, что на детей усиливается тот навык, который у нас естественным образом был. То есть дети, когда приходят, они приумножают всё, что у вас есть. То есть если у вас было ли отношение в семье с мужем, там, безусловно, любовь, принятие, познание друг друга, то ребёнок приходит и приумножает это. Приумножает эту любовь, приумножает времяпровождение. И хоть, если у вас было непринятие, дискомфорт, какие-то недоговорённости, то, или нелюбовь к себе, и вы тогда требовали эту любовь от внешних объектов, то ребёнок, приходя, это приумножает, оголяет и показывает это. Так вот, возможно, вообще, само качество переживания у вас есть как навык. Вы любите о чём-то переживать. Ну, не любите, а то, что вы просто привыкли переживать. Ну, ты тоже, например, снаружи, снаружи что-то менять, что вот, надо же ему друзей завести. Чаще всего приходит подросток, обычный ребёнок. Иногда вот, это же тоже про, про снаружи, что сделать кого-то счастливым, сделать кого-то счастливым, повезти там маму в Египет, или там, как-то там, что-то кому-то сделать, догнать и ещё раз сделать счастливым. Не всегда, но вот это провидение, что вот нужно, вот нужно же что-то. Иногда вот бывает, общаясь с ребёнком, у него и друзья, есть и знакомства, и общения, но вот маме же чего-то не хватает, она очень переживает, что вот не хватает же ж ему. И, ну, это 90% несоизмеримо, что за себя мне сложно сказать, как часто я переживаю, когда за 13 лет ребёнка было ни принятие, ни любовь, но как раз в то время у него были друзья. Я вижу, что ему печально, хотелось бы дружить. Кому примеру, ребёнка не друзей? Почему? Во что посмотреть? Ну, тут тоже вот этот момент, ну, сейчас так много, кто бы выезжал, и если там говорят иногда, что выехали, месяц где-то живёте, и это про то, чтобы искать, да, тут можно где-то искать, искать возможность, потому что, ну, чаще всего это связано сейчас с переездом, в другую страну, там, другие, кто-то на островах живёт, дети, дети там остаётся в онлайне учиться в Украине, живут за границей. Тут важно искать, много есть средств, где, как это, кто ещё тут всегда найдёт. Я бы, можно, Влад, спросила, а как вы относитесь к печали в целом? Что печаль, печалиться, это что плохо? А как это мешает? Принимаете ли вы печаль свою? Грустить. Умеете ли вы грустить? Принимайте такой период в своей жизни. Или хочется сразу изменить? Ага, печаль пришла, друзья ушли, друзей нет, надо срочно заменить. Оценили, что было же по-другому, надо срочно сейчас так же, как было по-другому, потому что друзья приносили какое-то состояние. Но не факт, что появившиеся друзья изменят состояние печали, если её не принять. Печалька, она может быть даже, когда друзья и когда солнце на улице, правда? Знакомо всем? Вроде всё хорошо, а печалька. Поэтому всё, что мы видим в наших детях, это подсказки. С ребёнком всегда всё, порядки. они уже совсем справились по факту своего рождения. Просто сейчас проживают свой путь рядом с вами, и вам повезло. Вы можете прожить этот период какой-то с ними рядом. И умение осознать, что это такой же дух, душа, целостная и теперь личность, которая формируется рядом с вами, да, они не хуже и не лучше вас, не больше и не меньше. Просто пришли чуть-чуть попозже вас. И вы, как те, кто встречал, это говорят, слушай, я тут немножко побыл и разобрался в правилах этой игры, а может быть и не разобрался. Может, я научусь у тебя. Да. Важно, что мы все были детьми, а они взрослыми ещё нет. Вот это, что вы были в этом опыте. И про то, что часто как бы забывается, что мы хотим, чтобы они нас понимали как будто мы как взрослые, а мы их как детей, кто кого ещё должен импортировать, кто кому должен понимать, что мы в опыте детства были. И вот это, что они вас учат, они очень много. И сейчас раньше я прям вот от очень многих людей слышу, что раньше нужно было кучу книг читать, кучу лекций, кучу университетов позаканчивать. Сейчас информация она уже даже по-другому загружается. Это намного быстрее. Вот эти дети, я вам говорю, у меня там за год, но около тысячи подростков проходят и через курсы, и через группы, но они насколько мудрые, у них насколько вот эта естественная мудрость и контакт с той информацией, которую нам надо было раньше читать, где-то выгрызать, где-то искать. У них это всё просто сейчас интегрировано, и они могут это прям передавать, они намного, ну вот это прям почувствуют, что я вот это хотел бы передать, что вы ещё можете у них учиться, потому что там объяснять ему что-то там, как-то его научить, вот это ещё у него научиться, ещё посмотрите, спросите, как ты думаешь, где-то своё мнение поменять, где-то удивиться тому, ого, какое мне зашурено восприятие, вот это новый взгляд, вот так вот ещё, что да ты меня ещё научи, я тут может ещё не разогреваю, я вот так вот пока вижу, может, мне ещё надо, да, будем тогда заканчивать, да, да, напишите, как вы, были ли инсайты или какие-то осознания, классно будет, если поделитесь, потом можно вольный духом под эфиром или под эфиром на гугл, мы обязательно загрузим на ютуб, но здесь посыл такой, хватит лечить наших детей, наши дети все счастливы, они родились уже по факту своего рождения счастливыми, полноценными, осталось очистить наши глаза и восприятие от того, что с ними что-то не так и недостаточно, и это первая точка, когда вы можете с ними по-настоящему встретиться, и уже тогда мы будем с вами разговаривать, что мы хотим реализовывать вместе, совместно, синхронизируясь в одном поле родительства для наших детей, с нашими детьми, но пока мы смотрим на них из недостаточности оценки и реализуем действия из этого, мы порождаем в пространстве родительства недостаточность, недовольство, оценку и несчастных, как будто бы несчастных, это только в нашем восприятии, несчастных детей, но на самом деле в живой жизни они счастливые, вот это необходимо помнить, чувствовать, они счастливые, посмотрите на эти детей, они просто ангелы, которые родились, и только наше навязанное восприятие не позволяет им проявить этот свет внутри, кстати, на своем примере расскажу, что Макс тоже какой-то период рассказывал про Добрыню, что что-то там, какое-то там, что-то там в нем такое шло, поэтому мы назвали его Добрыня, поэтому там необходимо, потому что-то там, ну, в общем, у него было какое-то видение в кино про Добрыню, и когда это слетело, я смогла ему сказать Максу, говорю, Макс, слушай, я никогда не видела этого, я чувствовала, что Добрыня светлый, что это белый Макс, что он там волк какой-то, что у него сила, что он свет, и когда слетело с образа восприятия родителей что-то там, какой-то негативчик, который все время подтверждался, искался, ребенок просто в момент изменился, стал совсем другим, хотя он и был светлым, я его так не видела, но сейчас он сияющий, светлый просто, он и начал сразу целить, и приходит, ручки кладет, все, мама, сейчас у тебя все пройдет, проходит, я такая смотрю по сторонам, чувствую внутри, проходит, хотелось бы сказать, что вроде как, ну, это же мой ребенок, может, я придумаю, но я чувствую, как тело проходит, то есть наши дети, они ровно отражают то, что мы в них видим, и увидеть свет в них мы можем, когда мы видим свет в себе, поэтому очищайтесь, освобождайтесь, и признавайте собственную суть, всех благодарю, обнимаю, и до скорых встреч, спасибо тебе, Влад, огромное, до встречи, спасибо, да, пока-пока, спасибо,